Полупустое приемное отделение Брестской областной больницы – самое яркое и качественное подтверждение того, что даже резкое похолодание, уверенный минус на столбике термометра и опасный гололед не стали спутниками Брещан в эти февральские снежные дни. Медики констатируют, пика заболеваемости холодовыми травмами на Брещане нет. Ситуация под контролем. Сегодня с диагнозом «местная холодовая травма» в Брестской областной больнице проходит лечение 6 Брещан. Пострадавших от общего переохлаждения нет. Сейчас уже люди просто готовы к тому, что были морозы, потом они несколько ослаблись, сейчас они снова окрепли. И они уже настроены на то, что будет холодно и более бережно к себе относятся. Но пациенты продолжают поступать. И есть пациенты, которые поступают со свежей холодовой травмой, то есть в течение суток-двое после получения травмы. Есть пациенты, которые через неделю, через дни 10 к нам только обращаются уже с необратимыми какими-то изменениями в органах и тканях. Несмотря на неплохие показатели, пострадавшие от обморожения, конечно, есть. Среди тех, кто не смог уберечь себя от холода, Анатолий Николаевич. Цена элементарной невнимательности к своему здоровью оказалась слишком высокой. Мужчина лишился пяти пальцев на ногах. Очень давно у меня было обморожение, очень-очень сильное. Должен был понять, но как-то со временем забыл про это все. Тогда все обошлось. Просто мороз не обратил внимания на замерзание. Ну, это просто мое как недосмотрение. Вроде так холода не чувствовал, распухли ноги сильно. Потом начались владыри. Ну, пошел к сестре, вызвали скорую, все. Как уберечь себя от этого? Значит, надо быть всегда готовым к тому, что придут холода. Должна быть теплая одежда, свободная. Должна быть теплая, свободная обувь. Необходимо выходить на улицу в преддверии того, что там сильный мороз. И, возможно, сложится ситуация, что придется долго постоять где-то на остановке, подождать общественный транспорт, потому что он начинает хуже сообщение транспорта. То, что морозы могут усиливаться. Особое внимание надо обращать в отношении детей и пожилых людей, потому что они более подвержены холодовой травме. Холодовые травмы – недуги, от которых не застрахован никто. Поэтому лишняя бдительность и профилактика никогда не помешает. И, несмотря на то, что уже к этим выходным в Беларуси, в частности в Бресте, немного потеплеет, установится погода с комфортным минусом и приятным зимним солнцем, и расслабляться не стоит. В ближайшие сутки погода будет определяться по-прежнему малоподвижным фронтальным разделом. Небольшой кратковременный снег. И температуру воздуха ночью – минус 10, минус 15, при прояснениях до минус 18, и днем – минус 5, минус 10 градусов. Начиная с 11 числа морозы несколько ослабеют. Ночью – минус 8, минус 12, при прояснениях до минус 15, днем – минус 3, минус 8 градусов. И преимущественно без осадков. Небольшой слабый снег. Погода дамокапризная, и раннего прихода весны в этом году не ожидается. Снегопады, возможно, не в таких количествах, но будут еще не раз, а потому дежурство в системе Брестского коммунальника продолжится. Вместе с ними работать будут структуры ГАИ и МЧС.